Здравствуйте! Современная детская площадка, отремонтированные дороги, тротуары и ухоженные газоны. Такая картина, к сожалению, далеко не в каждом дворе. Реализация федеральной программы «Городская среда» позволит хабаровчанам благоустроить придомовую территорию с минимальными затратами. О том, какие условия участия в программе, сколько дворов будет отремонтировано в этом году и можно ли заявляться на следующий, узнаем у начальника отдела городского управления ЖКХ Марии Кущ. Мария Александровна, здравствуйте! Добрый день! Мы много рассказывали об этой федеральной программе, но для тех все же, кто еще не слышал, расскажите коротко суть ее. Этот проект реализуется по двум направлениям. Предусматривается благоустройство как дворовых территорий, так и общественной территории. Порядка 99 миллионов предусмотрено для благоустройства дворовых территорий. В 2017 году уже перечень тех дворовых территорий, которые будут благоустроены за счет средств этой программы, он сформирован, опубликован у нас на сайте администрации города. Таким образом, у нас в этом году гарантированно будет благоустроено 57 территорий, вот. Ну и часть еще тех заявок, которые жители подали, они включены в резервный список. Если мы говорим про благоустройство дворов, в чем отличие этой программы от уже существующих? Ну, эта программа, она немножко имеет другие критерии отбора участников. Вот в 2017 году основной критерий был о том, что приоритет был отдан тем заявкам, которые раньше были поданы. То есть не по качеству чего-то, по качеству подачи документов или заявок, не по размеру софинансирования, а именно по времени подачи заявок. Кто первый успел, тому и повезло. Да, да. Вот в 2017 году был именно такой принцип. В отличие от существующих иных наших программ по благоустройству. У нас сейчас в городе действуют три программы по благоустройству. Многие знают про программу так называемых муниципальных грантов, которые мэр запустил. Вот программа по формированию современной городской среды, она очень похожа на эту программу. Соответственно, отличие от предыдущих всех программ еще и в том, что часть работ можно сделать совершенно бесплатно для собственников. То есть размер, есть вид, перечень работ, так называемый минимальный перечень. Это ремонт дворовых проездов, то есть та дорога, которая перед домом, вот существующая, вот ее ремонт, он совершенно бесплатен для собственников. Это мы говорим с вами про федеральную программу. Это мы говорим про федеральную. Все остальные программы имеют какие-то ограничения в этом. Например, если это муниципальные гранты? Если это муниципальные гранты, то любые виды работы они подразумевают софинансирование. 30%? Не менее 33% для участия в конкурсе. Значит, в минимальный перечень работ еще входит установка скамейку урн и обеспечение освещения дворовых территорий. Есть еще дополнительный перечень работ, он утверждается правительством Хабаровского края. Вот на 2017 год, вот именно для формирования программы 2017 года, в дополнительный перечень могли быть включены тротуары, озеленение территории, создание детских, спортивных площадок, либо иных площадок для досуга, устройство систем водоотведения, устройство парковок. Вот эти виды работ, они входили в перечень дополнительных видов работ. И софинансирование по дополнительному перечню работ, оно устанавливалось именно администрацией города Хабаровска. И для 2017 года оно было установлено в размере не менее 10% от стоимости именно дополнительного перечня работы. Первые участники программы уже определены, что будет сделано во дворах, и как утверждаются дизайн-проекты, предлагаю посмотреть в сюжете. 57 хабаровских дворов попали в программу формирования современной городской среды. К выполнению работ строители приступят в начале июля. На общественном совете в администрации города представители управляющих компаний и ТСЖ определились с дизайн-проектами придомовых территорий. Данная программа подходит нам, ввиду того, что у нас мало квартир, маленький дом, нам, соответственно, чем меньше затрат с нашей стороны, тем лучше. Большинство участников программы выбрало такой вид работ, как благоустройство дорог и тротуаров. Из всех это самое дорогое удовольствие. 9 миллионов рублей на асфальтирование общей территории будет выделено собственникам трех домов на переулке Кедровом. На этих трех домах практически уже нет никакого ни асфальта, там остатки бортовых камней. То бишь, с момента постройки дома, и, видимо, может быть, слабое основание было заложено. Практически все асфальтовое покрытие разрушено. То бишь, там 30-сантиметровая подоснова, соответственно, асфальтирование 8-сантиметровое, бордюрные камни по всему периметру, где необходимы лотки, ну и тротуар. Это все очень дорого. Программа, значит, по участию на 18-22 годы будет, раз обсуждаться будет позже, после того, как выйдет нормативный правок правительства Хабаровского края, с условиями принятия участия собственников в данной программе. Поэтому, значит, собственники, которые не попали в программу в этом году, значит, имеют большие шансы попасть в программу на следующий год и реализовать все свои смыслы, замыслы. Сегодня 114 дворовых территорий включены в резервный список, предоставивших заявление на участие в программе в два раза больше. Мария Александровна, так когда станет известно, будет ли продлена программа? Она обязательно будет продлена, потому что теми документами, которые сейчас есть, которые изданы правительством Российской Федерации, предусмотрено, что такая программа будет действовать до 2022 года включительно. Другое дело, что на сегодняшний день еще пока правительством Хабаровского края не определены критерии для подготовки заявок и для участия в программе. Мы очень надеемся, что вот этот резервный перечень, который есть и определен в нашей программе муниципальной, будет учтен для формирования вот этой программы на 2018-2022 годы. Если отталкиваться от действующего законодательства, какой пакет документов необходимо было собрать собственникам и вообще порядок действий какой? В 2017 году у нас порядок подачи заявок по благоустройству дворовых территорий был утвержден постановлением администрации города. Вот для того, чтобы поучаствовать в программе именно 2017 года, собственники, они обращались в свою управляющую организацию, ТСЖ, проводили собрание собственников, где решали, какие виды работы им нужны. В это время их управляющая организация, либо ТСЖ, подготавливала для них проектно-сметную документацию. Краткий дизайн-проект, то есть схематичное изображение, что они хотели бы видеть, и сопроводительное письмо в форме заявки, которая была утверждена, она и подавалась в администрацию города. Дизайн-проект, он только типовой может использоваться, или жильцы могут пофантазировать? Конечно, могут пофантазировать. И у нас при подаче заявок в этом году жильцы просто схематично изображали то, что они бы хотели видеть, и принимали это собранием. А вот уже вот эти красивые дизайн-проекты, это доработанные дизайн-проекты, именно тех схематичных изображений, которые собственниками уже были приняты, они и были сделаны по всем нормам, основам, так скажем, архитектурного производства, жесткого критерия, какие должны были быть дизайн-проекты, их не было определено правительством. Жильцы, чьи дворы находятся на ведомственной территории, допустим, военной собственности, они могут поучаствовать в программе? Конечно, по крайней мере в этом году и в документах, которые вот сейчас есть, рекомендациях по формированию программ на 18-22 год, никаких ограничений для собственников нет по принадлежности земельных участков, либо по принадлежности жилищного входа. С 1 июля уже полным ходом начнутся работы во дворах. Как будет осуществляться контроль? Ну, контроль будет осуществляться, во-первых, самими собственниками, потому что все эти дизайн-проекты, они вывешены. Те доработанные дизайн-проекты, которые были утверждены, ролик, который информацию показывали совсем недавно в сюжете, они висят и будут висеть до окончания работ, там полностью определено, что будет сделано, где будет сделано, нарисовано. Кроме того, за выполнением этих работ будет обязательно следить работник администрации города, это 108 кабинет администрации города, телефон 419496, пожалуйста, туда можно обращаться. И в связи с тем, что это партийный проект, его курирует партия «Единая Россия», за каждым двором будет очень пристальное наблюдение со стороны депутатов наших городских, со стороны партии «Единая Россия», со стороны Народного фронта. То есть все виды работ, полностью вся процедура, она будет отслеживаться. Да, чтобы у нас не появились очередные видеоролики, когда асфальт укладывается, например, в дождь. Да, нам бы тоже не хотелось, чтобы они появились. Поэтому мы приглашаем всех принять участие как раз в этом контроле. Спасибо вам большое за информацию. С начальником отдела управления ЖКХ Марии Куч мы говорили о благоустройстве дворов в рамках программы формирования современной городской среды. Необходимо отметить, что в программу включены и общественные территории. Первым таким местом в Хабаровске стал парк «Динамо». Познакомиться с планом его преображения каждый может на сайте администрации города и оставить свои замечания и пожелания. Будьте активными, ведь это наш с вами город. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин